Веселый меланхолик Веселый меланхолик Валерий Лешкевич уже 20 годов створает свои картины только под открытым небом. Его головный ворог – дождь, по и он заминая працаваць. И он мые пэнзлик улужинах, замацовывая картины прищепками на белизновой вяровцы и робить выставы под солнцем для выпадковых прохожих. И он называет себе одиным мастаком, який столько часу размовляет с глядачами и лечит, что у выставочной зале не отрывается такой простой уторки, как на улице. И все ж с улицы заразъем и мгнется сбегче. Я не считаю, что должен там часто бывать. То, что я уже понимаю, какие задачи ставлю, и что мне осталось мало жить, я не имею права так транжирить безжалостно свое время. Я должен сделать картины. И тем более я задумал явление народа кресту, где привязанное грехами люди рвутся в небо. Мне ходить и тратить по 8, по 10, по 12 часов каждый день на Киевском – это неразумно. И в снегу, и в дождь, и в солнце, без выходных. Надо ли народу, чтобы каждый день я там стоял? Не надо. До недавних часов Валерий малявал о ловком. Потом тушуй, пензликам, або пярынкой. Зараз узявся за фарбы. Хотелось б писать аллеям. Але аллейные фарбы дорогие. Тому Ляшкевич пише акварелью, накладываючи густые, амаль объемные мазки. Его картины девосны только на перший погляд. На другие – гармоничные и суцельные. И композицийно, и пазместу. Вот так Валерий – человек без хаты, без грошей. И что-то межшее, складая статус мастака, Рацюя на тое, что будя после смерти. Утым нема ни пазерства, ни пафосу. Усе просто. И он молюе и вандруе, Тому, что не може исновать без того и инша. Мы вздымаем пытанья за пытаньям. Кто таки мастак? Типовинен ли он медь дом и семью? Або только у одиноте может створаться великое мастацтво? Что примушает человека, Адрочися от звыклой модели яснованья у громадстве? Кому судить, як прожить житцё правильне? Мастак открыто говорит про тяжар одиноты. Наваткали человек гений, И наплодзив картинях дятей, Гэта не оправдывая, что и он один. Наваткали у яго будзе поспях, Кто будзе рады ему, А крамя яго самого? Никто. Человек не только не имеет права один быть и умирать, Он не имеет права один жить. Это пренебречь всем даром Богом, Который даёт он человеку. У человека нормального должна быть нормальная семья, Друзья и общение. За свою жизнь я влюблялся тридцать, И я долго не цена, Им я не подходил по некоторым качествам. Со мной это крики до конца жизни, И не считай до конца жизни. Не, русская приказка на кон турмы и торбы тут ни при чим. И хата была у Мастака, и праца, Хоть и безрадостная, И в учебах, хоть и не в академии, И некие гроши на рахунку. А он садится на тягник Гомель-Ленинград, Кидая ключ от хаты у водынявы. Символичный ж таки жест. Шляху нормальное життё, Доброохвотно одрезаны. Ну, тот дом, где мы жили. Мы же его не продавали, Думали, придётся армия, Может, захочет тут жить, Да будет когда-то. Да, ему это не надо. Ему картинки надо. Почалось всё раптовно. У мать их было семёра. Валерка ходил у третий класс, Колей одной ещё в школу, Где мать и працевала техничкой, Принесли альбом. Звычайный. С малюнками. И он был узрушаюча прыгожа на маляваны. Причём не профессионалам, И он был на маляваны Одновязковцам. Валерка задумывался, А чём ёнгорш? А тут и конкурс На лепшую школьную На стенгазету объявили. И давали премию, У кого лучшая стенгазета. Вот. Так братик чаще получал. Я один раз только По аквалилим, Мои стенгазеты. И только в седьмом классе Брат привёз мне наборчик акварелии Без кисточки. Брат говорит, Не ссани прядь волос, Хватит меня ножницами От веника палочку отломал, Ниткой привязывает мою прядь волос. Вот тебе кисточка. Она вот так-то паршилась Во все стороны, Но всё не пальцем рисовать. Тимоген подумать тады, Что пэнзлики акварель Застанутся зим И в дорослом житти. Что? Малевать картины аллеям? Дитячая мара Так и застанет с Амарой? И я решил в училище посыпать. Уже на заводе работал После армии на электроваклуб. А у Покаташкина, Здесь в студии была самая сильная школа. Училища ещё не было. И оба Покаташкина, И Евгения и Валентин, Преподавали. И я пошёл один раз, А говорит, А собственно, для чего ты хочешь Учиться рисовать? Говорит, чтобы стать великим, Он тоже как засмеётся, И все в студии засмеялись. Он говорит, Ну а как ты это мыслишь, Чтобы стать великим, Я говорю, В Минскую академию поступлю, Они опять все в хохот. Они это знали, Что пять человек Со всей республики Мастерскую берут, И что конкурс страшный. И увидели мои рисунки, Что они предельно слабые, Все снова в хохот. На меня это так отрицательно подействовало. И он хотел учиться в Ленинграде. Нават не в Москве. Питерская школа мацней за столичную. Аль он разумел. Малюнки его еще слабые, А значит и в училище Треба выбирать слабейшее. И он едет у Ярославы. Разненький час, Мама помирая. Ранее на гроши передавала. Их хапила на три курсы. Валеры берет академичный отпочинок, Гот працуема с таком оформителем На объединении Лакафарба. А когда выращая протягнуть в учебу, Его снова берут на той же отделение. Оформительское. Мне уже упечен как восемь часов Заниматься нелюбимой работой на заводе. И потом еще композицию оформительскую разрабатывают. Как машины оформлять на Первомай, Да как площади оформлять, Да как ленткомнаты оформлять, Да как красные уголки оформлять. И на заводе этим же занимаюсь. И я уже застонал соном. Теперь у него один выход. Ехать в иншее училище. И он выбирает Бранск. За то, что побачь с Гомелем. А питерская учеба все-таки была в его жизни. Правда, это была не академия имя Репина, А малевальные классы при ней. Я перешел на работу дворником в академию, Где с утра только убирал. И добился разрешения за одну плату Ходить со всеми группами рисовать, Рисовальных классов. И я вместо одной программы Сделал каждый день четыре программы. Чтобы догнать уровень моих друзей, Которые в академии учили. Я три года проучился там, А на четвертый год я не закател. Грымнула Перебудова И на телевизийных экранах Замецт звыклого каноничного соцреализму Замельгали фантасмогарычное творение Ильи Глазунова. Сусветную вядомость набыли Картины мостака заречицы Александра Исачова. Час свобод выкинул Валерия На Невский проспект. Тут працавала товариста Свободных мостаков. Человек пятьдесят. С дипломами и без дипломов. Тут он и окопался. Это был восемьдесят селмый год. И до отъезда до девяносто шестого года Я без выходных там каждый день рисовал. Я был менее всех продаваемым, Потому что я работал стилизованно. И любые ритмы на лице, любые тени, Они делают человека старше. Основные проблемы были при покупке, Что старше получается мало похоже. Кроме этого, я не горел желанием заработать. Ребята рисуют, я становился сзади, Как ваш товарищ с мольбертом. И рисовал для выставки, Для себя, для творчества. Я стилизовал, я ставил такие задачи. Не глядя, какая у нее сережка. Ты так считал, сколько пугай. С 11 числа рабца или 13, С 4 числа или 5 кулака. Вот такими задачами занимался. И даже не показывал тем, с кого я рисовал. Брал мольберты, носил свой угол, где я стоял. И они подбегали смотреть. Некоторые требовали продать, Некоторые мне продавал, Некоторые отказывались. И так собиралась моя коллекция. И вот в Гомельском Кривейском музее Это рисунки с той коллекции. Где-то в 90-х годах К нам в музей Однажды пришел человек Такой своеобразной внешности. И сказал, что у меня есть свой взгляд На жизнь, на творчество. Посмотрите мои работы. И по возможности приобрести. Мы посмотрели, даже съездили В Национальный художественный музей. Попросили консультации, чтобы оценить это. И, в общем, получили такую хорошую поддержку. Потому что уже тогда было видно, Что отличаются от обычной Гомельской школы искусства. Потому что он совершенно был Незауряден. У него по-своему была трактовка Прежде всего портрета человеческого. И когда мы немножко больше узнали Его биографию, то подумали, Наверное, это связано с тем, Что он жил в Петербурге. Он как-то напитывался духом Этой северной столицы России. И у него есть очень много таких Авангардных, экспедиционистских вещей, Которые, ну, надо понимать. Дама одета в, в общем-то, Казалось бы, женский костюм. У нее на голове шапочка. Но, по сути дела, Эта шапочка напоминает Где-то каску военную. У нее стоечка-воротник, Который по-своему Как будто напоминает Какую-то военную одежду. То есть он показал персонаж, Он показал образ женщины-воительницы, Некой такой, вот, знаете, Напоминающий милитари. И так он увидел ее. Это, конечно, очень интересно, Как он прочитывает людей, Как он вставляет какие-то символические элементы, Например, серьга в форме, там, креста, Или количество пуговиц, Которое тоже говорит О открытой душе или закрытой. Это необычно. Здесь взят символ Дон Кикота, Но число 3, троица, Бога вроде бы, Но они неоднозначные, Рассматриваем, В чем состоит их различие. Это движется слева направо. Мы так же считаем, Слева направо. На правых, говорят, На сильных, влиятельных, Правая рука. Значит, здесь сила, Здесь условия жизни. Он движется. Ему препятствует, Красный он, Как революционер, Кровь льет. Ему препятствует темный, Контрреволюционер, Препятствующий развитию революции. Они на месте стоят Возле этой маленькой мельницы. Никто ее не взращивает, Ее недостаточно. Они могучие и не работают. Вот встраивают мегатобицу, борьбу. Это брата-убийца революции, Контрреволюции. И только третий Дон Кикот, Он в свете выполнен Окружающей среды. Солнечной, салатовой, зеленой. Условия жизни, Произрастание растений. Вот в детстве Моя закладывается мораль, Нравоучение, Как и в Библии, Что и революция, И контрреволюция, Это не от Бога Деяние общественное. Общество должно развиваться Поступательно, Мирным способом. Говорит не только о вещах, Там, каких-то сиюминутных, Или просто человеческих, Но и каких-то глобальных, И пытается рассуждать, И говорит о том, Что революция, Это разрушение, например. На самом деле мы сейчас задумываемся, Что действительно, Для того, чтобы сделать что-то новое, Нужно поломать абсолютно старое. У него же все зациклено на том, Что он своими глазами смотрит на мир. И вот этот мир вокруг него. Ведь сейчас же он живет на улице, И вокруг него бегут, Он с удовольствием делится Своими какими-то умозаключениями, Люди к нему обращаются, Спрашивают. И вот эта такая обостренность Ко всему, что происходит вокруг, Наверное, еще продиктована И какой-то внутренней добротой, Потому что злым человеком Его не назовешь. Экзотичность особой Лешкевича, Его вонковая обличча, Ладжиця, Бездомность, Боязнь на топу, Милиции, Усяго официнага, Его манера працаваць усім, Што есть под рукой, Нажом, Кавалачкам бурака, Нават просто пальцами. Ци было гэта выникам Яго психичная нестабильность. Часткова так. Але перш за все, Ладжиця, Валерия, При все яго трагедыйнасті, Знешним нешчастье, Был яго особистым выбарам. И калі б лез яго склався инакш, То яма стакомену был бы З усім іншым. Нелепшым, Негоршым, Просто іншым. Тому што яго малявничий подширк И ладжиця, Непарывна звязаная. Йосу весь гэта тримаецца, Перш за все, На яго любові до свабоды. Хоч і даецца яна ему Дорогой цяной. Паспорт Российской Федерации Есть Порваны военний билет, Есть порваны Диплом о среднем Кудагицуном образовании Бранска училища. Столько лет Они у меня в кармане находятся. Так он може быть Звичайно подвал, Ті каморку под лісьвицей. Столом йому служила Перевернута оскрыня, Ложкам някалькі дошок, Покладяных на цеглу, А святленьям Огни в ночі. Зимой он перебіраўся на вокзал. Тут на уліце прожить легше, Чем на уліце в Ленинградь. Тут многоціоннішніх днів. Петербург кодзет Четвёртым гордам Среді столицы Європы, Где мене всього В гаду паўляецца Сонцем. На пытання, Ті тяжка жыць без дома, Валері адказвае, Што не тяжка. Тяжка прасаваць без жылья. Зараз він хоча створіць Великий эпос. А дя для гэтага треба дахнад головой. Хаця б на год. Человек живёт на вокзале. Такой заслуженный. Ну вот видишь откровенный разговор. И про Чернобыль он. Такі боли у нього там. Всё это про дітей. Ну і вообще, конечно, і про Мулявина. Вот эти вот криктицы, наверное. Вот эта вот, как он, пісня Мулявина была криктицей. Мы наблюдаем за його творчеством, за його жизнью, наверное, последних 15 лет. Вот. Вы знаете, його вполне это устраивает. Были предложения ему і от властей, я знаю, і неоднократно. Предлагалось какое-то жильё, общежитие, і ещё какие-то варианты. Його нічого не устраивает. Вы знаете, вот это його імідж. Я думаю, что його это вполне устраивает. Он узнаваєм, он востребован, він продаваєм. Мне показалось, що Лешкевич не делал нікому вызова. Він, скорію, може быть, попав как-то в обстоятельства такі, що вдруг казалось всім своїм поведінням, він, от всіх отстраняць, який оказався один. Коли я був директором галереї, на проспекте Ленина, она тогда относилась как вставочный зал к Союзу художників, то он неоднократно заходил к нам. Мы с ним общались, і я пытался проявити к нему милосердие, оказати ему материальну помощь, від которой він відказався, і я объяснил це тем, що она не соответствує його іміджу. Тобто, якщо він її примет, то він змінює свій облик, а його більше устраєє то, коли він привлекає до себе внимание именно тем вариантом, который вызває удивління і, опять же, внимание к нему. То є це дуже продуманний самопиар. В початку 2000-х, коли я работала директором картинной галереи Гаврила Хайтаноча Ващенко, Валерий Вадажкович приносив свои работы к нам выставлять на выставки. Ми їх принимали. І вот, як-то він приходит в ноябре, місяце, і просить мене дати ему справку о том, що він участник выставки. і об'яснює це тим, що милиція його забирає і, в общем-то, считає бомжом. А при пред'явлении такой справки він доказыває, що він художник. Це в останні годи, я не знаю, він теперь такий известний чоловік, що, наверное, йому це удається вже без всяких справок. Мастака покрив десь може кожне. Гэта фраза со старого кінофільма «Нажаль, занадто часто йде у родок і до дня сенішня. Бо саправдні творчі люди частяком особо неординарні, вічні мятежні, неспакойні і тому часам безоборонні, як дзять». Жизнь його вже научила, многому. І, ну, на кого-то рассчитывать, я думаю, тут смысла нету. Только на себе. Мастака без адресу веде кожны жіхар Гомеля. Принципово бездомний, йон на своїх картінках ставить, так би мовіць, адрес «Лесьвічка, Дома Савецкай, 119», або «Київський спуск». Освоєння шматліки, речі і палотны, тримає у камері хавання чугуношнага вокзала. І лішить, што жыць лепш, а то не толькі жадання чалавека. Этага для нас хоча усявішні. А лі калі мэта «Дамахчыся лепшага любой цаной», вось гэта можа служыць д'яблу. Тому треба быць осторожними у сваїх жаданнях. Такі філософський вывад робіць Мастак. Шукатю гэта історі історі ісоціяльній контекст, занятах неудячны. Хаця гэта перша, што приходзіт на розум у сувізі стэмай бамжоў. Вакзал притулів Мастака. Дзенадолго хопить терпенье ободву. Шукат не гонят. Ані шо-то вивідають, шо я скоро втрату свого вопросу. Ім жалко мене, і вони не вигоняють. І шо? Благодаря тому, що я за собою кожну старинку вбираю. І стараюсь, што мене завесить, не мешать все ж роботи вокзала. Але пам'яки все раўно є. Любе посторонне существо, і веш нам мешає. Такі я. Я там не профільны, не ікны. Неуставному Мастаку з Гомеля сабрали гроші на жилье. Про його проблеми доведалася шмат людей. Яны і допомагали финансово. Набывали картины бездомного майстра і просто передавали гроші. Тепер застаеце знайсти падыходзі дім. Валіра разумеє, що жильові проблеми варашаюцца непросто. Я муб невелікую майстерню для працы, до того часу, пакулюн, здоль не працаваць. Мене надо зделать шедевры. Уліца не располагаєць к серйозному мышліню, і тем боле ізготавлення. Ні гра о вітрі, о дождях, о сунцеспеке, о комарах і пастоянно дзвіжащихся активних биопаляк вакруг. Це все не сапуцює ізготавленню картины і навіть глубокому вхожденню. У яго унікальний аутарський прийом – симбалічний малюнок у вигляді істоты, духу, який увабрав у свой в образу весь навокольний свет. Міфічний і реальний. Це своєго роду «ребуси», які потребують непосрідні розмову з автором. А малькожна його вистава організується групою знатокого творчості гэтага харизматичнага, блакітнавокага мастака Валацугі, який з долю так щиро і непосрідно розкрит для своєх глядачоў душу Беларусі. Безусловно, талантливий художник. Когда я впервые была на первой персональной выставці Валерия Ляшківича в Гомеле, то мене она, конечно, очень впечатлила, потому что это была выставка художника, которая умеет передати образ человека минимальними средствами. Не гламурность, которая сейчас в работах уличных художников часто наблюдается, а это были работы профессиональные, где была схвачена главная. Я в очередной раз сказала сама себе, что да, это художник, это очень талантливый художник. Имя Валерия Ляшківича уже убито подскуру сучасного мастацтва. Менавіто так іон дейниче. В докладній так дейниче цього картины. Стараються відчування, що вони просушиваються подскуру, залетаються кровь пчел в голову і покидаються пылок на шерим речеве. А потім раптом знікаються. А ты живи з гэтым як хочеш. Хотів долучиться до мастацтва? Будь добрый, справляйся. Безцельно, недавно роботи роботи. Тільки беззори безцельно роботи ради красоти. І безусловно, я кому-то адресовую їх і назначаю, начинай ці картины. Я назначаю ці картины людям, отечченным, общественним долгом. Некоторі думають, що тільки чиновник об'язаного государства, і що государство – це тільки начальство над ним. Це не так. Государство – це вся структура, в якій составляє ми – нижні кирпички. Вирвай нижні кирпички, і це пирамида рухнет. Ми теж господарство. Тільки наша планка – нижня президентська, ніжня чиновника. Є люди, односовники, куркули їх їх називають. А є господарство на назначення. Вони від рождения думають об об'язаного государства. Вот им я адресовую, і ще не почав картину і задумаю. Ім вони і довні відстатися. І я боюсь об одному, щоб вони не достались вандалам руки, дебилам, і ті не уничтожили. Скільки дебилів, кажуть, чорний квадрат, малюв, ще не шедев. Скільки, кажуть, монолиза некрасива, адутловатая, гірна, старая генщина. І я боюсь одного, щоб мої роботи не попали в лапи вандалам. Гісторична доведка. Картины Валерия Ляшкевича заховуються у фондах Национального мастацького музея Беларусі, Гомельського паласово-паркового ансамбля, Заславського гісторико-культурного музея-заповедника, а так само у приватных колекциях у Беларусі, России, країнах Європы і США. Вистави картин Валерия Ляшкевича пройшли у Национальному мастацькому музею у Мінську і Гомельським паласи Румянцевых і Паскевичів. У мене є нескільки робот, о которых я можу сказати, не тільки успокаиваючи себе, а не котрим з гордостью. Я не даром пройгал. Дякую за перегляд!